Добрый день, уважаемые коллеги! 29 ноября мы будем отмечать Международный день двигательных расстройств. Этот день был придуман, был создан год назад Международным обществом двигательных расстройств, неврологами мира, вознаменование той сложности, с которой связано изучение расстройств движений. Это область неврологии, которая, как никакая другая, может быть, является междисциплинарной. Изучение двигательных расстройств на современном уровне невозможно без привлечения наших коллег в области нейрофизиологии, нейровизуализации, экспериментальной нейробиологии, генетики и целого ряда других взаимосвязанных клинических и фундаментальных дисциплин. И вот, понимая всю эту сложность, понимая необходимость кооперации междисциплинарного взаимодействия различных врачей, ученых фундаментального профиля, студентов, молодых ученых, аспирантов, докторантов, еще в 2009 году в нашей стране было создано национальное общество по изучению болезней Паркинсона и двигательных расстройств. Мы в неком смысле предвосхитили создание вот этих вот крупных форм междисциплинарного взаимодействия врачей и ученых различных специальностей. За эти годы наше национальное общество по изучению болезней Паркинсон и расстройств движения добилось больших успехов. Это огромное количество мероприятий, включая крупные конгрессы и линейка других мероприятий, обучающие циклы, семинары, целый ряд научных исследований, связанных с валидацией шкал, с эпидемиологией двигательных расстройств. Это изучение генетики, безусловно, это самые разнообразные стажировки, которые проходили молодые врачи в различных учреждениях, занимающиеся двигательными расстройствами. Это выпуск крупных национальных руководств, справочников, учебных пособий и многое-многое другое. Но самый главный результат работы общества за эти годы, я считаю, заключается в том, что все мы стали единомышленниками. Те ведущие специалисты в нашей стране, заведующие кафедрами, профессора кафедрами, сотрудники, работающие в академических институтах, они все занимаются единым делом, используя общую идеологию исследований, общий подход к решению сложнейших клинических проблем, поиска биомаркеров, новых методов лечения и реабилитации, и, безусловно, к решению фундаментальных вопросов. И поэтому появление Международного дня двигательных расстройств для нас очень большое подспорье для того, чтобы эту работу многократно усилить, оптимизировать, как сейчас принято говорить, масштабировать в рамках новых проектов, новых задач, которые стоят перед нашим обществом, перед необходимостью развития этой области неврологии, привлечения молодых сотрудников, молодых докторов, аспирантов, ординаторов, может быть, студентов и, может быть, даже школьников. Пользуясь случаем, я призываю всех молодых докторов, моих коллег, тех, кто интересуется проблемой двигательных расстройств, приходите в эту область неврологии, участвуйте в тех программах, которые предлагает наше общество, в тех вебинарах, в других формах работы, которые представлены на федеральном, на региональном уровне. Вам будет очень интересно. Я думаю, что вы никогда не пожалеете в своей жизни, что вы посвятили ее такой интересной области неврологии, такому ярчайшему разделу, который стоит на пороге новых впечатляющих открытий в области лечения, в области клеточной терапии, регенеративной медицины, в области молекулярных методов диагностики, диагностики доклинической стадии болезни, в области визуализации вещества головного мозга уже на субклеточном уровне, то, что нам предлагает современные серьезные программы и технологии, которые появляются на наших глазах. Я призываю вас активно участвовать в мероприятиях, организованных нашим обществом, и, безусловно, следить за сайтом Национального общества по болезням паркинсона и расстройственным движениям, потому что все формы активности в рамках Международного дня двигательных расстройств, которые мы отмечали 29 ноября, все формы взаимодействия отечественных ученых и зарубежных коллег, а я должен сказать, что, несмотря на трудные времена, такое взаимодействие в области двигательных расстройств продолжается и развивается, все это будет доступно для анализа, для информирования широкой общественности, медицинской и научной. Поэтому я думаю, что нас впереди ждет впечатляющая череда новых открытий и новых ярких свершений в изучении двигательной сферы человека в норме и с клинических позиций. Спасибо, уважаемые коллеги, и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин